здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о сортах перцев сладких и и горьких и сегодня не трогаем и баклажанов которые выращиваю на своем огороде эти сорта выращиваю уже из года в год они дают хороший урожай ну давайте начнем с баклажан ну пока перейду к баклажанам есть конечно мне сорта любимые которые выращиваю вот а сегодня вам не буду показывать в открытом грунте я выращиваю такие сорта как фрагат улыбка негра и гальч вот чем эти сорта очень меня заинтересовали почему они отдают предпочтение в огороде потому что эти сорта имеют высокую урожайность то есть урожайность это до 7 килограмм с метра квадратного это раз во вторых плоды выравненные и очень красивой формы видите черные блестящие такие цилиндрической формы плоды они очень такие симпатично смотрятся на кусте и конечно не менее вкусные в заготовках они конечно и можно сделать с них и бутербродик можно сделать можно и подтушить их что-то сделать ну они вам бесподобны во всех видах переработки но самое главное сорта как бы устойственно устойчивых болезням это раз и дают высокую урожайность вот почему эти сорта и вы будут дальнейшем выращивать в своем саду и вдобавок вот эти сорта которые вам показывают они имеют невысокие акустики где-то семьдесят восемьдесят восемьдесят сантиметров то есть их можно выращивать практически без подвязывания точно надо подвязывать эти сорта будут расти прекрасно ну сорта есть конечно для с подвязыванием их я буду садить все плицы сорта ну чтобы для вас не было новостью скажу что самые высокие баклажаны вырастают два метра высоты то есть такие кусты огромнейшие как леоновидные помидоры и там сидят баклажаны ну такие баклажаны я уже не выращиваю я разочаровался потому что они подходят для зимних теплиц то есть условиях пленочных теплиц такие баклажаны двухметровые они не спевают отдать весь урожай ну потому что сама ботва высокая плоды соответственно завязываются поздно и не успевают отдать урожай поэтому как бы время потеряно пустую опять же в этом году в теплице я буду выращивать баклажаны которые высотой выше одного метра ну чем они интересны что они интересны крупными плодами вот бычий лоб 300 грамм весом череневый туман очень красивые ведь такие тоже крупные 250 грамм весом сорт достан сорт достан тоже великолепные эти красивые плоды крупные кусты высокие где-то до полутора метров высоты усыпаны такими красивыми плодами точно так же как и предыдущая группа идут конечно и консервацию и переработку идут ну и есть сорта которые как бы я выращиваю из года в год но небольшом количестве почему потому что это как бы сорта любительские смысл сортов что и вот в эту сорта села семейка смотрите их очень много немного нас их много таких они сидят груздями гроздевого типа баклажанчик но плоды некрупно где-то до 10 8 действий то длиной то есть маленькие баклажанчики вот они идут или вот и икорный рай они разные по окраске и белые полосатые должны тоже плоди плоди плодики не крупные из этой же серии северная долина северная долина вот тоже такие же плодики они не крупные до 10 сантиметров из такой грушевидной формы они тоже как бы такие него не не очень не очень большие поэтому понятно что в этих томатов большой урожайности не получишь ну в этом году впервые я хочу буду пробовать я японский японский карлик вот если вы выращивали это сорт мать рассказать ну пары характеристики написано то плоды в эту японского карлика бывают до 600 грамм и растения высотой всего лишь 20 сантиметров конечно это как-то и верится не верится только маленькое растение будет держать такие крупные плоды вот попробую но вы тоже попробуйте потом поделите или уже если пробовали расскажите поделиться своими впечатлениями об этом сорте действительно ли он такой уже очень очень-очень-очень баклажаны культура более экзотическая хотя тоже у нашей семьи их очень любят многие выращивают сладкие перцы а у сладких перцах мне как бы пристрастие идет по двум по двум видам ну во первых я выращиваю одни сорта в открытом грунте почему в открытом грунте выращиваю потому что эти сорта невысокие высота и где-то 50 70 сантиметров высотой вот ну плоды соответственно тоже крупные ну то что на стенке где-то 4 5 миллиметров стеночки но эти сорта скороспелые и каждый год дают обильный урожай я не отказываюсь от нашей белорусской леси такая вот плоды 90 110 грамм может быть они не очень крупных очень много и они практически все взрывают в открытом грунте я не отказываюсь от юбилейного щемку сур тоже боже не самый новый 110 130 грамм весом плоды но они тоже очень-очень урожайные такие более крупных плодов это чуть очень такой привлекательный 120 140 грамм и что но такой вас более это самый интересный сато это с новых красный куб красный куб тут уже плоды 260 300 грамм очень хорошие такие мясистые но уже толщина стенок и в чудо и где-то 7 до 8 7 8 миллиметров они более более толстостенные ну и куда же без египетской силы египетская сила бесподобный сладкий перец 130 150 грамм весом перчики где-то 12 сантиметров длиной выровнены как штампованные ровненькие толстенькие нарадные ну бесподобно вкусовые качества как свежим видят как так консервации ведь они как бы без яну есть у других перцев где-то может где-то крыльзна где-то неровность вот эти как штампованные это очень хорошие перцы для открытого грунта тем более что невысокий рост эти перцы можно спокойно выращивать без подвязывания ну теплица конечно буду брать сорта и кроме этих я буду со и сорта более высокорослые сорта более высокоростные но эти сорта вырастают где-то метр двадцать метр пятьдесят заметил что очень высокие и по этим сортам я променяю следующую агротехнику когда выращиваю рассаду этих перцев высокорослых для сеплицы для того чтобы ускорить появление урожая и увеличить урожайность после седьмого листа я пришли по верхушке тогда они дают боковые побеги где-то три-четыре дают боковых побеги соответственно на 10-14 дней раньше начинаются начинают они ну чести раньше созревать урожай а за счет того что сразу они раньше прорастают раньше появляются развилки рост несколько ниже урожайность гораздо выше ну с этих перцев значит что-то как аду как аду российский сорт они почему назвали как аду они бывают оранжевые они бывают белые они бывают красные то есть просто называть как аду красный как аду белый как аду желтый вот точно посадите если вам надо посадить такой томат они там я сладкий перчик тем более что это 260 290 грамм весом один плод что тоже согласитесь немало кирилл вот имя запоминается мужское имя очень запоминается но кирилл тоже радует что его плоды 160 180 грамм толстостенные красивые видят какой кирилл на народный франк может расти у вашей теплицы ну и конечно это самое новый сорт от сибиряков сибирский бонус сибирский бонус то что они рекламируют знать они обещают в этого вы с этим впервые что здесь один плод вырастет до 300 грамм весом ну что тоже очень хорошие вкусовые качества что сорт холодостойкий сорт понятно что холодостойкость конечно для перца это понятие относительно растений тропическое но более меня она устойчиво к неблагоприятным условиям дает высокий урожай так что выбрать есть из чего а еще более широкий ассортимент семян и баклажан и перца вы найдете в нашем интернет-магазине про цветок обращайтесь вы будете приятно удивлены и удивите осенью своих знакомых и друзей и семью новыми необычными окрасками новыми необычными формами необычными вкусами таких знакомых нам овощей как перцы и баклажаны чего вам и желаю до свидания